Девушки отдыхают 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 Второй путь из этого материала после извлечения вредных веществ можно сделать строительный материал, где не применяется цемент, но он на 20% по прочности выше, чем бетон. Обсуждалось два направления развития этой темы. Первое – извлечение вредных микроэлементов из золошлаков и в дальнейшем производство из сырья материалов для строительства дорог, мостов и дамб. Предположительно, технические характеристики которых будут выше на 20%, чем у бетона. И второе – это обогащение действующего кумертауского угля. Конечный результат – высококачественный уголь. Наша цель – добиться самых хороших результатов использования залежей угля в кумертау из золошлаков. Для дальнейшего диалога мы хотим узнать подробную информацию по зале, угольной крошке и по запасам угля, имеющимся на территории города Кумертау. Внимание участника встречи была представлена презентация по технологическим картам размещения золошлаковых отходов на территории города с их объемами и макроэлементным составом. С собой американские бизнесмены увезут образцы золошлаковых отходов для проведения детальных анализов. В заключении встречи обе стороны выразили надежду на активное, взаимовыгодное сотрудничество. Республиканскому культурно-методическому центру «Дуслык», более привычное название которого дворец угольщиков, 57 лет. В юбилейный год города идет его обновление. Деньги на ремонт выделил республиканский бюджет. Что ремонтируют и в каком объеме, выясняла моя коллега Айгуль Мухамедшина. Дворец угольщиков является одной из архитектурных достопримечательностей нашего города. Он построен в 1956 году. В последний раз капитальный ремонт в учреждении проводился 12 лет назад. В то время был обновлен фасад и кровля здания. С этих пор таких глобальных вложений в реконструкции здания не было. В этом году центру «Дуслык» из республиканского бюджета выделены финансовые средства. Это более 7,5 миллиона рублей. На эти средства здание будет оснащено устройствами для передвижения людей с ограниченными возможностями и мам с колясками. Это устройство пандусов, капитальный ремонт, реконструкция туалета, санузла для маломобильных групп населения. И что отрадно, что под эти виды работы нам удалось сейчас провести демонтаж ступеней, демонтаж наших клумб, которые у нас были на ступенях. И таким образом восстанавливается архитектурный исторический облик нашего здания. И здесь будут ступени, которые будут из мрамора, из природного камня именно мрамора. Фасадная часть здания будет отделана гранитной плиткой. По проекту предусмотрено установить 5 пандусов. По существующим нормативам и требованиям будет оборудована центральная часть здания, а также аварийный выход. Все ремонтные работы уже начаты. Привезен аукцион, согласно которому выиграл аукцион общество с ограниченной ответственностью госзаказ. Это город Уфа. Они уже приступили к этим видам работ. Срок завершения всех работ – начало октября. Планируется, что к празднованию Дня Республики дворец угольщиков встретит своих гостей в обновленном виде. 12 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы. Это грант, который получил профессиональный лицей номер 73. В 2012 году это учреждение приняло участие в конкурсе по отбору образовательных учреждений, что внедряет инновационные образовательные программы. Участие в этом конкурсе предполагало возможность софинансирования. Для этого администрация города выделила площади от предприятия нефтехимаш-оборудования. О том, как осваиваются государственные средства – все подробности в следующем сюжете. Заместитель по учебно-производственной работе 73-го лицея Николай Безбородов охотно проводит нас по всем мастерским образовательным учреждениям. Тем более, повод для этого более чем хороший. Лицей успешно начал осваивать грант, который получил в 2012 году. Это 12 миллионов рублей. Они пойдут на укрепление материально-технической базы. Здесь говорят, наконец-то государство повернулось лицом к учреждениям начального профобразования. В учреждения готовят рабочие кадры, в которых сегодня так нуждается промышленность и производство. В токарной мастерской появились четыре новеньких станка. В отличие от других, они самые миниатюрные. Преимущества этих станков, они очень даже приспособлены, в отличие от этих станков, для обучения ребят. Здесь простота настройки станка. А это главное. Начинаем с простого и переходим к сложному. В комбинированной мастерской лицея устанавливается фрезерный станок с числовым программным управлением. Это что-то вроде обрабатывающего центра. Рядом с ним сверлильный станок для сверления крупногабаритных деталей. Такое оборудование позволит готовить квалифицированные кадры, а также при необходимости выполнять заказы для предприятия «Нефтехимаш». Гордость лицея – это новая сварочная мастерская. На сварочном оборудовании у нас появляется большой фронт работ для ребят. И для работы, и для обучения. Не только ручная и дуговая сварка. Теперь студенты могут осваивать несколько видов сварки. Кстати, монтировали кабины сварщиков-выпускники лицея. Это была их дипломная работа, практическую часть которой они выполнили на отлично. Мы им благодарны. Они проделали большую работу, хорошую работу. Но вот теперь будущим первокурсникам есть на чем работа. Я не скажу, что у нас этого вообще не было. У нас и до этого было несколько видов сварки. Но сейчас возможности намного шире стали. В этом году лицея набрал группу сварщиков. Молодые люди охотно идут осваивать эту рабочую специальность, потому что говорят, что работать можно устроиться без особых проблем. Да и получают квалифицированные сварщики неплохие деньги. Нынешние третьекурсники завидуют первокурсникам, что те приходят учиться на такое оборудование. Много интересного, лучше. Вообще хорошее оборудование. Получим хорошую квалификацию. Первый курс мы вообще завидуем. Треникруси готовы. Как мы на первом-втором курсе обучались, было здесь все по-другому, старое, все было оборудовано. А сейчас, в прошлом году, в котором обучались, третьекурсники, мы им тоже помогали. Да, они все вот это варили здесь все, и мы им тоже помогали. Лицей продолжает оснащение своей базы. В ближайшее время будут оснащены учебные классы кабинетным оборудованием, которое тоже приобретено на средства государственной поддержки. В детской музыкальной школе номер один начался учебный год. По каким специальностям ведется обучение в школе, и о том, какие новые дополнительные образовательные услуги открыты в этом году. В сюжете далее. В детскую музыкальную школу номер один детей принимают на конкурсной основе. Прослушивание проводилось еще в мае, по итогам которого в школе уже начались занятия. В этом году дети, поступившие в музыкальную школу, будут обучаться по новой программе. В связи с 1 сентября, с введением нового закона об образовании, мы в этом году сделали набор по новым программам. Это дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства. По специальностям фортепиано, народные инструменты, духовые ударные инструменты и музыкальный фольклор. Но это отделения не новые, они у нас были, только они теперь называются по-другому. Но, естественно, требования программы тоже другие. Мы начинаем только по ним работать, поэтому пока говорить мы ничего не будем, мы попробуем, год поработаем, посмотрим, что это такое, и потом уже в конце учебного года мы можем подвести какой-то итог. На базе школы существуют классы фортепиано, скрипки, флейты, кураи, аккордеона и других инструментов. Ведется обучение по вокальному направлению. Одним словом, каждый желающий мог выбрать специальность для своего ребенка. Для желающих в этом году открыты дополнительные образовательные услуги. Уже два года мы оказываем только по одному предмету – гитара. Оказывали. А в этом году еще и новая появилась у нас услуга – это эстрадный вокал. Туда в основном идут маленькие дети, которые помимо занятия вокала еще занимаются и на синтезаторе желающие. По словам преподавателей школы Татьяны Приходько, желающих поступить в студии эстрадного вокала очень много. Зачастую родители отдают детей в студию для общего развития. Педагоги помогут деткам раскрыть их певческий талант, научат правильно держать себя на сцене и выступать перед аудиторией. Мы набираем детей с 4 лет и до школьного возраста, кто желает ходить на эстрадный вокал. Они обучаются пением, детским эстрадным песням, классическим наших композиторов – Крылатова, Чечкова. Новые композиторы сейчас очень красивые произведения пишут. Мы выступаем на концертах, выступаем и в школе, и на городских мероприятиях. Дети все разные, но все такие талантливые. Набор по всем специальностям практически завершен. Небольшая вакансия осталась в класс баяна. Город Кумертау по праву можно назвать спортивным городом. Об этом говорят и проведения на площадках нашего города соревнований высокого уровня и высокие результаты спортсменов. Этот успех во многом зависит от условий, где занимаются дети, и работы педагогов. Так, например, многие родители отдают своих детей спортивно-оздоровительный комплекс «Прометей». Здесь работают высококвалифицированные специалисты и мастера своего дела. Дополнительное образование учащихся является важной частью воспитательной работы. Одни выбирают творчество и искусство, другие – спорт. Так, например, около 400 детей занимаются в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей». В этом году работа кружков организована по новому графику. Я думаю, что с переходом от школ в этом году утренних групп, наверное, не будет у нас. Основная нагрузка ляжет это с трех часов и до 21-30. Но я думаю, что три тренера, они разместятся. И тот набор групп, который у них существовал и раньше, я думаю, они наберут детей, и они будут заниматься и выступать успешно на соревнованиях. Одним из популярных видов спорта является дзюдо. Каждый ребенок одарен. Главное – это вовремя увидеть и начать развивать, считает заслуженный тренер СССР Александр Погребач. Человек, который воспитал уже несколько поколений именитых дзюдоистов. Юных спортсменов он тренирует с 1978 года. Александр Александрович считает, что этот вид спорта дает детям общее развитие. Школа дзюдо, она дает, ну и только школа дзюдо, и виды спорта дает для ребенка очень многое. И здоровье, дисциплинирует. Ну и ребенок, в общем-то, знает, какая ответственность, к чему-то готовится. Сначала уроки, потом тренировки, потом вовремя ложится спать. И меньше сидят у интернета, в компьютере сидят меньше. Успех ребенка в этом виде спорта немало будет зависеть, конечно, и от желаний самого ребенка и его родителей. Ну а для родителей здоровье ребенка самое главное. У меня занимается в этой секции сегодня первый день сын Данил. Он сейчас в втором классе, перешел в второй класс. Почему решила отдать? Потому что хочу, чтобы мой сын не развивался, был здоровым, сильным. Но все-таки тут такие условия, что для развития мальчиков, ну и девочек тоже, конечно, решили отдать. Более 20 лет в спорткомплексе работает секция по боксу. В этом году уже набрано 4 группы. Тренер по боксу Тимур Идрисов начал занятия еще в августе. Уже в сентябре он готовит ребят к первым в этом учебном году соревнованиям. Оборудованы всем необходимым инвентарем тренажерные и атлетические залы. Созданные условия позволяют тренерам проводить качественные занятия. Это подтверждает и успехи в силовом спорте. Из самых высоких достижений это достижения Семенова Николая в возрастной группе до 18 лет. Он в этом году выиграл сначала чемпионат России по жиму лежа. И отобрался в составе сборной России выступал на чемпионате мира в Литве. Где стал чемпионом мира. Из таких крупных достижений есть еще участие в чемпионатах России. Ежова Дмитрия. Где он в своей возрастной категории стал вторым на чемпионате России. Но так много ребят, которые выступают успешно на чемпионатах города, на чемпионатах Башкирии. Работа в секциях уже началась. Но здесь готовы принять всех, кто обратится. Занятия по всем видам спорта для детей от 6 до 18 лет проводятся бесплатно. Это была последняя новость уходящей недели. Я с вами прощаюсь. До следующего воскресенья. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok